Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Вера Долматова. Анна Матвеева – российский писатель, журналист, редактор. Автор таких романов, как «Перевал Дятловы» или «Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» есть, а также нескольких сборников рассказов. Лауреат многих литературных премий, в том числе «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Анна Матвеева родилась в Свердловске, ныне Екатеринбурге, в семье лингвистов, окончила факультет журналистики Уральского государственного университета, была членом редакционного совета журнала «Урал», член Союза писателей России. Сегодня я расскажу вам о новой книге Анны Матвеевой «Подожди, я умру и приду». Это новинка книжного фонда Дворца книги. Здесь собраны 11 рассказов, главные герои которых настойчиво ищут свое место и время. Вот перед нами маленький мальчик, болезненно переживающий развод родителей, или незаметно повзрослевшая девочка, жалеющая о не случившемся прошлом. В другом рассказе мы читаем о нелегкой судьбе старой девы, а в следующем – об учительнице, влюбленной в своего ученика. А чего стоят напряженные отношения матери и дочери? Мама сказала, что мне понравится. А я сначала подумала, что это опять будет то же самое озеро, на которое мы ездили вместе с папой летом. Но потом я подумала, что папы здесь нет, а к тому озеру ехать очень далеко. Опять надо будет лететь в самолете. В самолете мне понравилось, только уши болели, когда он взлетал. И мама ругалась, когда я случайно мешал дядьке в соседнем кресле. А летом мы ехали к озеру на папиной машине, и мама молчала всю дорогу. И на озере тоже не разговаривала. Ей не понравились комары и то, что я случайно провалился под воду. И папа меня доставал. Я был весь потом мокрый, а папа разводил костер, чтобы меня высушить. Маме костер понравился. Она все время сидела около него и вздыхала. А папа говорил, что, наверное, ездить на озеро не стоило. Лето получилось холодное. Здесь, в Петербурге, мама всегда надевает юбки и бусы и становится почти такая же красивая, как Ольга Витальевна, наш классный руководитель. Ольга Витальевна сказала, что мама зря решила перевезти меня в другую школу посреди первого класса. Но мама сказала, что уж как-нибудь сама разберется без Ольги Витальевны, и что я проведу зимние каникулы в Петербурге. Привыкну там ко всему и адаптируюсь. Папа сказал, что адаптироваться – это почувствовать себя в своей тарелке. Мама сказала, что папа всегда все слишком сложно объясняет, и что ребенку сложно понять, что такое в своей тарелке. Но я знаю в своей тарелке – это фразеологический оборот. Нам объясняла Ольга Витальевна. У нас в школе была очень сложная программа, а в Петербурге, говорят, будет еще сложнее. Но Ольга Витальевна сказала, что я справлюсь и что я должен быть сильным. Озеро, на которое мы едем в Петербурге, находится в театре. Мама говорит, что в этот театр обычно пускают одних только иностранцев, потому что это бывший царский театр, маленький, и народу много туда не влезает. Билеты ей принесли на новой работе, из-за которой мама решила переехать в Петербург. Пока мы здесь не устроились, живем в маленькой чужой квартире, где пахнет чужими вещами и кошкой. И ездим мы в ужасно глубоком метро. Даже дна не видно. Ольга Витальевна говорила, что это самое глубокое метро в мире. В метро я смотрю, как моя рука догоняет мамину на поручни, хотя я рукой совсем не двигаю. На дворцовой площади мама заставила меня вставать сначала на фоне колонны, потом на фоне арки, потом на фоне зеленого дворца. В этом дворце музей. А раньше здесь жил царь с дочками и сыном. Ленин, которому в нашем городе стоит памятник на площади с елкой, устроил в Петербурге революцию. Царя с дочками и сыном увезли к нам на Урал, застрелили, а потом сожгли. Папа возил меня на Ганину яму, где сжигали царя. Я думала, это просто большая яма, а на самом деле там много маленьких деревянных церквей с такими же зелеными, как этот дворец, крышами. Внутри темно, печка и бородатые старики запрещают бегать и громко спрашивать у папы, можно ли поставить свечку, а потом задуть. Яму почти не видно. Вокруг нее деревянные мостики и большой крест в честь царя. Я не могу сложить в голове того царя из дворца с этим, с Ганиной ямой. Мне все время кажется, что это были совсем разные люди. Про революцию и царя мне рассказывал папа, и теперь я не хочу слушать, как мне все то же самое, только скучнее рассказывает Глебсон. На самом деле Глеб Борисович мамин друг, но мы в школе одного Глеба из третьего класса дразнили Глебсоном. И этого Борисовича я тоже называю Глебсоном, пока мама не слышит. Ольга Витальевна говорит, что это значит говорить про себя, хотя я говорю не про себя, а про Глебсона. Так вот, я не хочу слышать, как Глебсон рассказывает папину историю своим писклявым голосом. И не хочу смотреть, как он показывает варежкой на дворец. И не хочу фотографироваться, когда он достает камеру. Петенька, встань сюда, солнышко, это мама. Петр, приготовься, снимаю, это пищит Глебсон. У него голос, как у того комментатора лыжного, над которым мы всегда смеялись с папой. Голос, как у комара. Я натягиваю на лицо шапку, так что на снимке будет одежда без человека на фоне зеленого дворца. Я вообще не хотел переезжать в Петербург, и на это озеро с Глебсоном и с мамой я тоже идти не хочу. Глебсон обиженно цыкает, мама злится, наклоняется ко мне, и я уже знаю, что она сейчас сделает. Схватит мою руку и выпустит в нее ногти, как будто бы она кошка. У моей мамы сразу две профессии. Она детский психолог и еще сапожник без сапог. Это она сама себя так называет. И еще она говорит, что часто поступать со мной неправильно, не так, как советует поступать с детьми и другим родителям. Я очень люблю свою маму. Мамочка, я тебя люблю, а вот ты меня не любишь, потому что ты заставляешь меня ходить по Петербургу с Глебсоном и фотографироваться на каждом углу. Мимо нас проехала розовая карета. Какой китч, Жанночка, ты не находишь? Радостно спрашивает Глебсон. Этот Глебсон больше похож на тетеньку, чем на мужчину. Как тот комментатор Камар. Да, это не очень по-петербургски отвечает мама. Волоча меня за руку мимо толстой лошади с длинной, как у Ленки, караваевой челкой. Казалось бы, страницы книги пронизывает безысходность. Но автору удается сгладить острые углы человеческих отношений добрым юмором и простотой повествования. Она словно испытала всю гамму человеческих чувств, и поэтому читатели близки и понятны ее рассказы. А вот что пишут наши читатели. Очередной блестящий сборник рассказов екатеринбургской писательницы Анны Матвеевой. Ее прозу я готова читать постоянно, и мне не надоест. Прекрасный язык. Сюжеты вроде бы и бытовые, но цепляют. Персонажи вызывают эмоции, как положительные, так и отрицательные. Но никому вы не испытаете равнодушия. Вкусно написано практически все, за что берется Анна Матвеева. Особенно рассказы. О чем они? Да ни о чем особенном. О жизни, о смерти, о любви и нелюбви. О вере, дружбе, детях и взрослых, о нас с вами. Реальные, настоящие. Не злые, нет, просто реальные. Почти беспрекрас. Разве что словом. С легкой горчинкой и грустной иронией. Иногда с поразительной образностью. Иногда обычные, даже серенькие, как вся наша жизнь. Но настоящие. В этой книге показана просто жизнь. Есть иногда несколькими штрихами нарисованные истории, но больше даже не рассказы, а небольшие повести, где перед нами на нескольких страницах проходит вся жизнь героев. Длинные или не очень. К кому-то начинаешь не только привыкать, но искренне привязываться и переживать, как сложится его судьба. Зачастую жизнь героев счастливой не назовешь. У каждого есть какая-то царапина в душе, а у кого-то настоящие нарывы. Ленка Караваева обещала написать мне электронное письмо, но мама только собирается купить домой компьютер. Мы свернули направо. Там то озеро, на которое обещала мама. На самом деле там река Нева. Лед в ней стоит маленьким дыбом. Если спуститься туда, к воде, и фотографироваться, а потом прислать снимок папе и в школу, то никто не поверит, что я в Петербурге. Все подумают, что я в Антарктиде. Вот бы Глебсон сфоткал меня там у лесенок. Я бегу вниз скорее, пока они не опомнились. Но Глебсон верещит. Ах, Жанночка, он у тебя такой лихой. Как с ним справиться? Мама догоняет меня на последней ступеньке и с размаху шлепает по плечу. Не больно, даже не обидно. Обидно, что фотографий из Антарктиды не будет. Мы идем в театр. Петя, в театр, понимаешь? Лебединое озеро. А ты, не думая о новых брюках, бежишь к воде. Не говоря уже о том, добавляет Глебсон, что это очень опасно, Петр. У нас в Санкт-Петербурге регулярно гибнут люди во время ледохода. Глебсон скачет рядом с мамой. У него совершенно идиотская походка. И мне не нравится, как он все время дышит тяжело с открытым ртом. У него какой-то вечный насморк. И волосы стоят большим дыбом. Театр с озером совершенно не похож на театр. Просто дверь во дворец с набережной. На другом берегу, там, где крепость, большая надпись из ледяных букв. С Ровым годом. Это они уже представляют под Рождество, объясняет Глебсон. Если написать в одну строчку с Новым годом и с Рождеством, то ты увидишь, что количество букв одинаковое. Мой папа в таких случаях говорит. Отлично, объясняешь, брат. Как раз понятно для ребенка. Но я, если честно, понимаю, что Глебсон хотел сказать. И мне даже становится немножко его жалко. Он ужасно хочет мне понравиться. Но не для меня, а для мамы. Я закрываю глаза и представляю, что на месте Глебсона папа. Это с ним мы идем по заледеневшей набережной Невы. И мама улыбается ему, а не Глебсону. Точно так же здесь, в Петербурге, я ложусь спать на чужом старом диване. И представляю себе, что на самом деле лежу дома в своей кровати и на стене старая бабушкина икона. Пока лежишь, пока темно, в это можно запросто поверить. Ночью все возвращается. И я как будто снова дома. Глебсон сказал, что кресло в этом театре надо занимать самим, как в трамвае. Потому что на билетах никаких мест нет. Мама улыбается, но я вижу, что ей это не очень нравится. Она не любит бежать впереди всех или обманывать, что стояла в очереди. Папа всегда сердился на нее в самолете, что она сидит до самого последнего пассажира. И выходит чуть ли не вместе с пилотами. Зато папе, наверное, нравилось бы, как Глебсон бежит впереди всех и даже легонько толкает китайскую женщину в бок. И потом машет нам из гардероба. И очки у него блестят счастливыми кругляшами. Глебсон на ходу уже стащил с себя куртку и красный шарф. И теперь он одной рукой пытается взять у мамы шубу. Китайская женщина смотрит на Глебсона с обидой. Но он уже мчится в зал. Ему надо занимать места. Да. Озеро никакого пока не видно, но я уже понял, что оно будет на сцене. Когда мы с мамой заходили в маленький круглый зал с красивым занавесом, ушастая голова Глебсона оборачивается к нам с первого ряда. Мы сидим так близко, что как будто оказываемся среди музыкантов. Правда, их музыкантов пришли только две девушки с дудками и скрипач. «Жанночка, хочешь анекдот про скрипача?» Жарко шепчет Глебсон маме на ухо, перевалившись через меня. Мелкие капельки Глебсоновой слюны летят по воздуху. Я уклоняюсь от них, но все-таки прислушиваюсь. Вообще-то я очень люблю анекдоты. Я их читаю в Яралаше, когда мама мне его покупает. А вот Ольга Витальевна говорит, что рассказывать анекдоты иногда неприлично. Глебсон рассказывает непонятный анекдот про мышиный оркестр, что один мужик решил набрать целый оркестр мышей, и вот на всех инструментах у него играет мыши, и только на первой скрипке еврей. Я не понимаю, что смешного, и мама тоже смеется ненастоящим смехом. Когда рот улыбается, а глаза смотрят серьезно и даже обиженно. Как раз в этот момент в зал приходят музыканты и главный скрипач, которого все остальные уважительно трясут за руку. Вначале я подумала, что это дирижер. Мама объяснила, что на озере будет дирижер, и когда он обернется, надо хлопать. Все и так хлопают. Китайская женщина, которая рядом с Глебсоном, даже подняла руки выше головы. Дирижер тоже поднимает руки, будто сдается своим музыкантам. И начинается музыка. У нас в школе на уроках музыки мы проходили композитора Чайковского. И Ленка Караваева по ошибке сказала, что его зовут Корней Иванович. А мне на том уроке записали в дневнике «Дерется ногами». Хотя мы с Пашкой не дрались, а просто замеряли, кто кого первый достанет через проход. Музыка красивая, но идет ужасно долго. А Глеб сына за моей спиной пытается ухватить маму за плечом. Мне скучно. Я думала, что на озере будет интересно. Наконец занавес открывается, но там опять нет озера. А ходят на носочках худые длинные люди. Доступно изложить сюжет Матвеевой помогает описание событий, портреты людей, мысли, мечты, сновидения героев и, конечно, живое действие. Динамика рассказов Матвеевой не даст заскучать любому читателю. Сборник вошел в шорт-лист премии «Большая книга» и сразу завоевал сердца читателей. Познакомиться с героями Матвеевой можно только прочитав книгу, которую вы найдете в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали эту книгу? Подожди, я умру и приду. Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok